Всем привет еще раз. Я так люблю этот период года, когда май, июнь, июль, когда много разных овощей, когда это действительно очень вкусно. Я просто наслаждаюсь этим периодом. Я перехожу на рынок и выбираю вот все. Я просто сегодня пришел на рынок и купил все. Вот у меня сейчас в багажнике лежит много, много продуктов. И один из этих продуктов называется молодой картофель. Я нереально его люблю, но потому что только три недели или четыре недели в году можно его есть, а потом он становится старым. Как так быстро он стареет? Почему? Это несправедливо. И сегодня я хочу с вами поделиться небольшим рецептом или небольшим секретом, как я готовлю молодой картофель. Один самый простой способ. Я его отвариваю и добавляю чуточку соли. Но очень важно, я открываю потом, у меня есть такой ящичек дома, и там лежит винный уксус. Я добавляю винный уксус и чуточку перца чили. Я закрываю эту кастрюлечку и перемешиваю, так взбалтываю очень сильно. Сочетание винного уксуса и молодого картофеля для меня, ну, очень вкусное и очень новое. Поэтому, если вы хотите разнообразить вкус молодой картошки, делайте так. Есть еще один интересный рецепт. Я беру молодой картофель и я его запекаю. Я его запекаю примерно 20 минут в духовочке. Но, прежде чем его запечь, я нарезаю его на 4 части. Потом беру 100 граммов сливочного масла, я его растапливаю на плите. Я беру это сливочное масло, которое растопилось, и обильно поливаю картофель, сверху чуточку соли и в духовку. Проходит 20 минут, я открываю, ты берешь каждую дольку картошки, кушаешь. Она имеет такой очень хрустящий и в то же время очень сливочный вкус и очень прекрасный аромат. Попробуйте и разнообразьте блюда с молодой картошкой. Я уверен, вы будете неблагодарны. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!